20 тонн питьевой воды в зону наводнения. По поручению главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова жителям Орска доставлен гуманитарный груз. Самое пристальное внимание туристам сотрудники госавтоинспекции Селенчукский в Архызе провели оперативно-профилактические мероприятия. Крустальные звездочки под патронажем службы судебных приставов. Талантливые ребята приняли участие в оригинальном этапе всероссийского конкурса. В Черкесии в честь юбиляра состоялся межрегиональный турнир под Сюдо заслуженному тренеру России Аюбов Шмахову исполнилось 70. Здравствуйте! На телеканале Россия 24 информационный выпуск Вести Карачаева Черкесия. С вами Мурат Женкёзов. По поручению главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова жителям Орска доставлен гуманитарный груз 20 тонн питьевой воды. Карачаева Черкесия, как и другие субъекты России, пришла на помощь оренбуржцам, которые пострадали в результате наводнения. Помощь уже доставлена и в скором времени будет распределена по пунктам временного пребывания жителей. Напомним, что гуманитарный груз был сформирован при поддержке сенаторов Ахмата Салпагарова и Крыма Казанокова. Регионального отделения Единой России отправлен при участии МЧС по Карачаево-Черкесии. В Карачаево-Черкесии увеличилось производство пищевой продукции, сообщают в управлении Федеральной службы государственной статистики по СКФО. Увеличилось производство молока, сливочного масла, скота и птицы на убой в живом весе, кондитерских и булочных изделий. Отгружено товаров собственного производства за первые два месяца текущего года больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Сотрудники госавтоинспекции муниципального отдела МВД России Зеленчукский в Архизе провели оперативно-профилактические мероприятия. Особое внимание уделялось в сфере оказания услуг туристам. В ходе рейда полицейские обращали внимание на техническое состояние транспортных средств повышенной проходимости, а также автомобили, в конструкцию которых внесены изменения и соблюдение водителями правил дорожного движения. В ходе профилактических мероприятий сотрудники полиции выявили 24 административных правонарушения. Также в ходе мероприятия сотрудники рассказывали водителям и пассажирам о том, как противостоять злоумышленникам, желающим незаконно присвоить их деньги. Вручали тематические памятники, а несовершеннолетним пассажирам светоотражающие браслеты. Листовки, которые распространяют полицейские, отражают наиболее часто встречающиеся виды мошенничества и методы борьбы с ними. Как феникс из пепла сумела возродиться самая популярная военно-спортивная игра миллионов мальчишек и девчонок Советского Союза – знаменитая «Зорница». После долгих лет небытия она вновь расправила крылья во Всемирный день авиации и космонавтики. Очевидцем выхода «Зорницы» на новую траекторию стала Фатима Даурова. Локация. Станица Зеленчукская. Правый берег реки Большой Зеленчук. Время сбора – 10 утра. Поляну, утопающую в весенней зелени, оглашает гимн России. Участники подпевают главные песни страны. После ребят приветствуют первые лица районной администрации, кураторы проекта и специальный гость, приглашенный к этому событию – Николай Константинович Шолухов, ветеран космодрома Байконур, участник запуска Юрия Гагарина в космос. Очевидец первого в мире полёта человека к звёздам поделился воспоминаниями. Начинается подъём. Взрывается ракета, дрожит Земля. И под словами Юрия Алексеевича Гагарина «Поехали», ракета поднимается ввысь. Мы выбегаем из бункера и смотрим, как наша красавица ракета набирает высоту и ложится на определённую траекторию. На новую траекторию легла и любимая всеми пионерами «Зорница». Нулевой точкой, началом отсчёта. Возобновление самой популярной игры пионеров Советского Союза знаменитой «Зорницы» стал сегодняшний день. И сейчас команды соревнуются в разных дисциплинах, показывая своё мастерство в завязывании узлов, в быстроте розжига костра, сборка и разборка автоматов. И к концу сегодняшнего дня судейская коллегия должна определить, какая же команда оказалась самой лучшей. Самая массовая игра 20 века впервые призвала школьников Зеленчукского района поучаствовать в незабываемом марш-броске с препятствиями в виде различных военно-спортивных дисциплин, которые им нужно было пройти быстрее и лучше всех. Всего в ней участвовали более 200 детей из 23 школ района. Девушки наравне с ребятами, а может быть и даже лучше, в чём-то проявляли своё мастерство. Оставалось три дня до соревнований, и меня начали мальчики готовить со школы. Было много порезов на руках, там слёз много, пока я готовилась. Ну, потом в итоге научилась. Результат меня очень удивил за три дня. Я разбирала, собирала за 21 секунду. Вот, неполная разборка. Игра прошла в два этапа. И если первый был ориентирован на стратегические и технические дисциплины, то второй этап демонстрировал умение ребят выживать в походных условиях. Тут тебе и установка палатки на скорость, организация бивуака и, конечно же, умение кашеварить. Вот смотри на детей, им нравится. Дети вообще горят, глазки горят у всех. Общаются между собой. 23 школы. Это больше 150 детей со всех школ. Детям нравится. Пилотная версия возобновлённой игры вызвала бурю положительных эмоций как у самих участников, так и их наставников и зрителей. Взлёт оказался лёгким. Особенно для команды из второй школы станицы Зеленчукской, которая и стала победителем. Фатима Даурова, Алибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Самые талантливые дети со всех уголков республики приняли участие в оригинальном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса Управления Федеральной службы судебных приставов «Хрустальные звёздочки». Они продемонстрировали свои способности в игре на различных музыкальных инструментах, вокале и хореографии. Основная цель конкурса – создание условий для выявления и развития творческих способностей юных музыкантов, укрепления основ духовно-нравственного единства общества, патриотического воспитания подрастающего поколения на всём пространстве нашей страны. Фестиваль наш направлен не только на выявление и развитие творческих детей, но и формирование личности ребёнка, развитие духовно-нравственного воспитания и сохранение семейных традиций. Поэтому ежегодное проведение стало уже такой доброй, хорошей традицией в Федеральной службе судебных приставов. Семь спортивных залов общеобразовательных организаций будут отремонтированы в нынешнем году. Об этом в своём официальном телеграм-канале написал глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. Новые современные спортзалы появятся в средних образовательных школах Черкеска, Старожевой, Зеленчукской, Исправной, Кордоникской и Олибердуковском. Тем самым будут созданы все необходимые условия для занятий физкультурой и спортом для двух тысяч школьников республики. Заслуженному тренеру России Аюбу Пшмахову исполнилось 70 лет. Своеобразным подарком Аюбу Ибрагимовичу стал межрегиональный турнир по дзюдо. Чтобы поздравить Аюба Пшмахова с очередной покорённой возрастной планкой, в спорткомплекс юбилейный в Черкесске пришли многие именитые спортсмены и наставники. Среди них, можно сказать, легенда отечественного спорта Вячеслав Пчёлкин. На примере мэтра дзюдо и самбо Аюб Пшмахов когда-то учился, а теперь сам является тренером, опыт которого стараются перенимать коллеги. Самбо, самозащита без оружия, это наш национальный Советский Союз, российский вид спорта. И мы все стремились туда попасть. Мой старший брат во всём виноват. Он на 7 лет старше меня. Он из аула приехал в город. И в городе он начал заниматься Вячеслав Пчёлкин, Хаджимурата Джадирова. Два тренера, которые к нам приехали, сами занимались уже мастерами спорта. И оттуда всё началась моя карьера. Сегодня в Карачаево-Черкесии стартовал конный переход, посвященный Дню Возрождения Карачаевского Народа. В нём участвует около 100 человек. Накануне состоялись сборы, на которых инструктировали участников перехода, говорили им напутственные слова. От имени главы и правительства, собравшихся поприветствовал министр сельского хозяйства республики Анзор Баташев. Он отметил, что данное мероприятие проводится уже третий год подряд. Организаторами выступила ассоциация «Карачаев-Хорс» при поддержке Минсельхоза Карачаева-Черкесии, конного завода «Карачаевский» по инициативе общественной организации «Карачаев-Ланхалк». Подробнее о том, как прошла подготовительная часть перехода, смотрите в нашем вечернем выпуске «Вестей» в 21.05. На днях в селе Пристань Прикуманского района прошел первый в этом году в республике конный переход протяженность около 50 километров. В нем участвовали также всадники из близлежащих регионов. Любой желающий мог записаться на пробег на лошадях любой породы и всех возрастов. Однако переход оказался довольно тяжелым, и не все преодолели этот путь. Подробности смотрите далее. Конный переход прошел под эгидой «День села». Для пристанцев это всегда доброе и светлое торжество одной большой семьи от насельчан. К нему готовятся все, от мала до велика. Каждый из них внес свой вклад в развитие села. В этом году одновременно празднуют и Ураза-Байрам. И первые поздравления прозвучали от старейшин села. Я благодарю всех жителей, гостей наших, которые пришли сегодня, родились с нами. Нашу радость, наши традиции, наши обычаи. Постичь взаимосвязь между нашими народами. Мы все горцы, мы живем на Кавказе, и мы обязаны все чтить наши традиции и обычаи. Поэтому всем большое спасибо и наше приветствие в первую очередь нашим гостям. С самого утра для детей работает игровая площадка. Невдалеке у огромного казана хлопочут мужчины, ведь надо накормить сотни людей. На столах в изобилии традиционные хачины. Тем временем жакеи проверяют амуницию лошадей и получают наставление от организаторов. В пробеге принимают участие в основном лошади карачаевской породы. Карачаевская лошадь выносливая, горная лошадь. Он по всем данным, повышенный давлением или как он поднимается, все выше и выше. И 5 километров, и 6, и 7, им давление не имеет значения. И лошади сильные. Ну, потому вливают туда англичанин, чтобы был еще скоростнее. Мерседесовский двигатель туда оставляют, чтобы был и ходовой, и скоростной. Очень с детства люблю лошадей, занималась всегда на службе верховой ездой. И вот решили принять участие. Лошадка Александра его зовут, Санечек называют. И вот дан старт. Участники устремляются в пробег по пересеченной местности, изобилующей крутыми спусками и подъемами. После трехчасового ожидания, наконец, вдалеке, оставляя клубы, пыли, показались всадники. Однако их количество уменьшилось. Не все лошади выдержали быстрый темп скачек. Под бурные, восторженные приветствия первым до финиша добрался Хусей Морзаев на жеребце по кличке Шанго. После небольшого отдыха состоялось торжественное награждение призеров. Победителя приз составил 100 тысяч рублей, второе 50 и за третье 30. На втором месте Аслан Семенов. Всем четырем призерам подарили по жеребенку карачаевской породы. Приятным сюрпризом стало участие девушки-наездницы из станицы Кордоникска. Она на третьем месте. Тяжело. Подъемы, спуски, тем более подъемы перед финишем. Очень тяжело было. Прям очень тяжелая дистанция была. Все нормально, и сошеди все нормально, и со мной. Я сама научилась, сама обучилась, своя лошадь. Все. Так что сама все. В окружении радостных жителей села жеребцу-победителю надели чемпионскую попону, а Кусею Морзаеву подарили ручной работы карачаевский нож. Мурат Шенкезов, Вести Карачаева, Черкесия. Далее смотрите интервью уполномоченного по правам ребенка в Карачаево-Черкесии Марии Алакаевой. С ней беседует Ольга Савенко. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok